В эфире выпуск новостей. В студии Наталья Астафеева. Здравствуйте. В Одессу прибыл спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер и высокопоставленные европейские политики. Не анонсируя своего визита, в город прилетел и президент Украины Петр Порошенко. На этот раз визит главы государства не обернулся для одесситов пробками на дорогах. Встреча состоялась на борту американского эсминца Дональд Кук, который, напомню, пришвартовался у 16-го причала в нашем порту накануне. Спецпредставитель Госдепа указал, что Америка – надежный союзник нашей страны, выступает категорически против посягательств на целостность украинских границ и никогда не признает российскую аннексию Крыма. США полностью поддерживают территориальную целостность, экономическую и политическую свободу Украины, заверил Курт Волкер на борту судна и в своем твиттере. Визит же американского эсминца в Одессу спецпредставитель Госдепа назвал символом поддержки Украины в ее стремлении к демократии. Вспоминая ситуацию с незаконно задержанными у берегов Крыма украинскими моряками, Волкер подчеркнул важность свободы судоходства в Черноморском регионе. На вопрос, почему подобную встречу решили провести именно в Одессе, Курт Волкер пошутил, что, цитирую, корабль таких размеров сложно пришвартовать в Киеве. Напомню, Дональд Кук в Одессе уже не впервые. Ранее он принимал участие в морских учениях «Сибриз». На борту эсминца до 56 крылатых ракет «Томагавк» с дальностью действия более полутора тысяч километров. Корабль также оснащен легендарной системой противоракетной обороны «ИДЖИС». По предварительной информации, корабль пробудет в Одессе до 27 февраля, после чего проведет совместное учение с кораблями украинских ВМС. Президент Украины, в свою очередь, заявил, что сегодняшний визит американских кораблей в Одессу является яркой демонстрацией уникального сотрудничества между Киевом и Вашингтоном. «Ми саме під таким кутом сприймаємо розвиток нашої співпраці, в тому числі і в оборонній сфері. Надзвичайна символичність зустрічі на борту саме Дональда Кука, який є дуже частим гостем в Чорному морі, дуже частим гостем в Одессі. Це є легендарний корабль, і це важливий сигнал Кремлю на п'ятий рік окупації. Перше, що Крим є український. Друге, що свобода мореплавства в регіоні буде забезпечена, як гарантовано, конвенцію ООН з морського права. Друге, що українсько-американське партнерство єдине, як ніколи, і ми ефективно співпрацюємо в усіх сферах, в тому числі і оборонній. Аварія на Николаївській дорогі. Іномарка врезалась в бетонний столб. Водителя с травмами увезла скорая. ДТП случилось около 2-х часов ночі в районі Лузанівки. Водитель автомобіля БМВ не справився з управлением і врезался в електроопору. В результате 29-летнєго водителя зажало в автомобіле. Сотрудники служби спасення с помощью гидравлического інструмента разрезали двери і деблокували водителя. Пострадавший госпитализирован. Що стало причиной аварії, виясняли следователи. С утра на Балковській столкнулись две иномарки. Есть пострадавшие. По інформации патрульной полиції, пожилому водителю легковушки Сан Йонг внезапно стало плохо. Мужчина потерял сознання, і його автомобіль протаранил Лексус. Патрульные передали пожилого человека бригаде скорой помощи. Водители-пассажиры 2-й иномарки не пострадали. В результате аварії движение на Балковській в течение нескольких часов было практически заблокировано. Установлена личность мужчины, погибшего от взрыва гранаты. Он оказался 60-летним жителем Одессы. По факту смерти открыто уголовное производство по двум статьям. Умышленное убийство с пометкой «Несчастный случай» и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами. В полиции опровергают информацию, что одессит якобы стал жертвой убийства. Во время следственных действий дома у погибшего обнаружили 14 гранат, 12 запалов, патроны к огнестрельному оружию и пистолет. Всё изъятое направлено на экспертизу. Основной версией правоохранителей относительно гибели мужчины остаётся несчастный случай в результате неосторожного обращения с гранатой. Досудебное следствие продолжается. Напомним, тело погибшего мужчины с осколочными ранениями обнаружили в понедельник утром у ворот Селекционно-генетического института на Видеопольской дороге. Украинцы получили первые платёжки по новым увеличенным тарифам за коммунальные услуги. При этом больше всего подорожали тепло и горячая вода, которые и до этого стоили достаточно дорого. В среднем для семи из трёх человек, проживающих в квартире площадью 50 квадратных метров, ежемесячная плата только за отопление и горячую воду выросла на 330-360 гривен. При этом по состоянию на середину февраля долги населения за жилищно-коммунальные услуги превысили 56 млрд гривен, увеличившись с начала этого года более чем на 6 млрд гривен. С начала же отопительного сезона долги выросли ещё больше – более чем на 10 млрд гривен. Почему украинцы не платят за потреблённые услуги и чем им это грозит – далее мнение столичного эксперта. Образовавшуюся задолженность эксперт связывает с повышением цены на газ. Существенно повысилась стоимость газа, которая лежит в структуре себестоимости абсолютно всех коммунальных услуг. Если говорить про такие услуги, как отопление и горячая вода, то там составляющая газа – это 80%. Соответственно, дорожает газ, и остальное, по принципу, дорожает тоже. Всё это, как мы видим, привело к тому, что с началом отопительного сезона 2018-2019 люди просто-напросто не вытягивают все эти суммы и платёжки повышенные, которые начали им приходить. Кроме того, значительно сократилось число получателей субсидий, напоминает эксперт. Эти люди, находясь в пограничном состоянии, либо получают, либо не получают субсидий, по большому счёту, не имеют возможности платить за коммунальные услуги. И как результат у них формируется задолженность. Потому что, когда перед человеком стоит выбор заплатить за потребляемые им услуги ЖКХ или купить, покушать или лекарства, безусловно, он услуги ЖКХ отодвинет на потом. Всё это приводит к тому, что поставщики услуг начинают подавать иски к должникам. Украинцы уже начали лишаться бытовой и электронной техники. Исполнительная служба имеет право арестовать и продать на аукционе в счёт долга практически любое имущество – одежду, обувь, посуду, мебель, технику, машину и другое. Закон про исполнительное делопроизводство по украинскому ЖКХ говорит о том, что прежде всего при наличии задолженности, в случае если в отношении должника было возбуждено судебное делопроизводство, он проиграл, он судом определён как тот, кто должен заплатить. В отношении него соответствующую процедуру начинает государственный исполнитель и начинает обращать в своё взыскание на разное недвижимое имущество и разные объекты в его недвижимом имуществе. Разные объекты – это кофеварки, телевизоры, пылесосы, всё, что есть в квартире. Если задолженность больше 80 тысяч гривен, могут наложить арест и на квартиру, продолжает наш собеседник пояснять процедуру взыскания. Только после того, как полностью всё это имущество могут взять и описать, чтобы вы понимали, это очень длительная процедура и очень энергозатратная. Только тогда могут обратить внимание с точки зрения нового объекта взыскания – это квартира. И если говорить о том, какой же такой критерий в данном случае есть, критерий – это следующее. Если это задолженность более чем 20 минимальных зарплат, а это в районе 84 тысяч гривен, то могут обратить взыскание и на квартиру. Но только в том случае, когда эта квартира уже будет пустая, когда оттуда уже условно всё вынесут. Учитывая низкий уровень зарплаты пенсии, выбраться из долговой ямы очень трудно, констатирует столичный эксперт. Как с этим бороться? Ну, простому человеку с этим бороться, по большому счёту, невозможно. Если простого человека загнали в долговую яму, то единственная борьба – это то, чтобы он зарабатывал больше. Но говорить о том, может ли он зарабатывать больше, наверное, это адресуется не столько в основном человеку, как в принципе тем общественно-политическим и экономическо-социальным условиям, которые вокруг него находятся. А именно, есть рабочие места, которые бы могли удовлетворить этого человека, или их нет. При наличии уважительной причины, например, это может быть не выплата зарплаты на предприятие, потребитель может заключить договор о реструктуризации задолженности и выплачивать накопившийся долг частями, добавил финансист. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, и сегодня есть ресурс для значительного повышения пенсии и социальных выплат, считает кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко. О рычагах, которые необходимо для этого задействовать, и кто несёт ответственность за увеличение тарифов и снижение уровня жизни, политик рассказывает после новостей в программе «Тема дня». Мы пораховали с Украинской Радой и бизнесом, сколько раз крадают из бюджета, не доходить 400 млрд. То перестаньте красить на митнице, в податковой, на державных закупивлях, на оборонных закупивлях, на тарифах, в фармацевтице. Піднімите пенсии, сейчас серьезно, сделайте их 200 евро. Есть эти деньги, если вы не крадете, понимаете? Поэтому это уже новая влада будет делать. На въезде в Одессу задержали группу вооруженных людей. Полиция уже установила их личности. По словам главы областного ведомства Дмитрия Головина, в автобусах находились 59 человек. Задержанные ранее были замечены в других регионах на проплаченных митингах. Утром по спецлинии 102 поступило сообщение о том, что из Киева в направлении Одессы выехали два автобуса с вооруженными людьми. Для проверки информации на пост при въезде в Одессу прибыли бойцы батальона полиции особого назначения и подразделения «Тактика оперативного реагирования» патрульной полиции. При осмотре автобусов у пассажиров изъяли травматические пистолеты, баллончики со слезоточивым газом и ножи. Следователи выясняют, кто именно направил в Одессу группу этих людей. В Одесской области неизвестные напали на семью фермеров. В селе Струмок Татарбунарского района ночью трое злоумышленников в масках проникли в частный дом, избили хозяев и похитили деньги. Нападавшие были вооружены огнестрельным оружием. Они избили фермера и его брата, а также для устрашения выстрелили в дверь. Бандиты завладели деньгами в сумме около 30 тысяч долларов и ювелирными изделиями, после чего скрылись в неизвестном направлении. По факту разбойного нападения открыто уголовное производство. Преступников разыскивают. Долг одесситов за услуги водоснабжения и водоотведения превысил сумму 130 миллионов гривен. В сложившейся ситуации в филиале Инфоксводоканал вынуждены активизировать работу с неплательщиками. О буднях службы по отключению должников следующий репортаж. Здравствуйте, это водоканал, откройте, пожалуйста, дверь. Так начинается обычный рабочий день сотрудников службы по отключению должников Инфоксводоканала. Из подъезда в подъезд, этаж за этажом они пытаются пообщаться с каждым неплательщиком. Но рады такому визиту далеко не все. Так, по одной из квартир дома на Семенополея, 76, за два года накопилась задолженность в размере 6 тысяч гривен. Однако ее владелец даже в коридор выходить отказался. Мне очень трудно жить пока. У меня мама умерла, у меня нет доходов. А у меня эндокрин, инвалидность, но она не оформлена еще. Таким абонентам в водоканале советуют обратиться в абонотдел и оформить договор о реструктуризации долга. Если в течение нескольких дней ситуация не изменится, услуга водоотведения будет ограничена. Канализацию затампонируют. Наша задача достучаться к потребителю, уточнить, почему он не идет на контакт, узнать причины неоплаты. Если люди идут на встречу и в течение кратчайшего срока оплачивают свои счета или задолженности, естественно, никто никого не ограничивает. Если абоненты не открывают двери, если они грубо себя ведут или оказывают какое-то сопротивление, то есть если отсутствует диалог, естественно, такие абоненты будут в ближайшие часы ограничены установкой крот. Некоторые должники на контакты вовсе не идут. На предупреждение не реагируют, двери не открывают. Водоотведение в их квартирах пришлось ограничить. Теперь абонентам нужно не только погасить текущую задолженность, но и возместить расходы по возобновлению услуги – порядка 2400 гривен. В более сложной ситуации оказываются должники, которые проживают в частном секторе города. Отключение услуг здесь часто выполняется с привлечением спецтехники, поэтому повторное подключение к сетям обходится еще дороже. Если человек имеет долг в месяц непогашенный, к нему уже придут домой сотрудники службы подключения должников, сотрудники крота, и будут общаться и обязать, предупреждать о том, что необходимо оплатить долг, иначе будут ограничены услуги водоотведения. Сотрудники водоканала отрабатывают все адреса неплательщиков, независимо от суммы долга. Менее чем за 30 минут сотрудники одной бригады филиала «Инфосводоканал» обходят порядка 10 квартир. За день – около 200. По всему же городу с должниками работает более 20 таких бригад. Между тем, сумма задолженности горожан за услуги водоснабжения и водоотведения превысила 130 миллионов гривен. К примеру, в доме 78 по улице Семена Полия – 284 лицевых счета. Общий долг по 80 из них – более 46 тысяч гривен. Подобная ситуация сложилась во всех районах города. Отсутствие денег ставит под удар работу «Инфосводоканала», ведь за реагенты, электричество и горюче-смазочные материалы предприятию необходимо платить вовремя и авансом. На сегодняшний день только 60% одесситов оплатили свои задолженности и текущее начисление за водопотребление. К сожалению, на сегодняшний день у нас самые большие вопросы – это к абонентам, которые недоплачивают небольшие суммы, которые платят с опозданием раз в два месяца, раз в три месяца. Кроме службы по отключению должников, активно работают и юристы «Водоканала». Судами уже рассмотрено более 2000 исков к неплательщикам и еще большее их количество на стадии подготовки. В «Инфоксводоканале» призывают горожан срочно погасить долги, ведь от своевременности оплат зависит бесперебойное водоснабжение всего города. В третий год без учета границ и мер безопасности по Европе и другим континентам свободно гуляет корь. Болезнь, ранее считавшаяся детской, поражает сегодня и взрослых. В нашей стране только с января зафиксировано более 18 тысяч заболевших. До конца года, по прогнозам, Украина может перешагнуть 100-тысячный рубеж. Почему сейчас так много заболевших, какие причины видят эпидемиологи и как уберечь себя от опасного заболевания – далее в репортаже. Клиницисты считают, что причин для такой высокой заболеваемости много. Но основных две – низкий охват вакцинации и отсутствие санэпидеми-мероприятий, направленных на изоляцию больного и прерывание цепочки передачи вируса. Во-первых, это крайне низкий охват вакцинации в течение последних 10 лет в Украине. После того, как в мае 2008 года умер 17-летний школьник в Краматорске в день вакцинации против кори и красных индийской вакцины. В рамках дополнительной иммунизации населения, когда было зарезено 9 миллионов доз этой индийской вакцины. И второй фактор – это то, что в течение всего 2015 года и половины 2016 года с переходом на международные закупки в Украину не заразились никакие вакцины. Учитывая то, что ликвидировать корь не удается и эти вспышки с очевидной регулярностью возникают на разных континентах, учёные подошли к пониманию того, что вакцинация против кори не защищает всех привитых, говорит специалист. После одной дозы вакцины раньше порядка 10% случаев относили к неответившим на прививку. Позже этот показатель поднялся до 15%. После двух доз в прежние годы отрицательный ответ фиксировали у 5% вакцинированных, сейчас у 10%. То есть с годами иммунитет немного слабеет. В течение 2018 и начала 2019 годов я проводил в Харькове лабораторные тестирования разных групп населения. Это и дети, и школьники, и медицинские работники, и взрослое население. И наши цифры подтверждают мировые данные о том, что около 10% до 15% вакцинированных не защищены. К тому же в нашей стране, согласно нормативным документам, не предусмотрена дополнительная вакцинация ни для взрослых, ни для детей. И это дополнительный эпидемиологический фактор, говорит наш собеседник. И здесь возникают вопросы, потому что не для всех взрослых в Украине, в соответствии с нашими приказами, выделяются вакцины для бесплатной вакцинации, лишь для групп риска. В группы риска входят медработники, работники сферы образования, студенты, военные и силовики. Все же остальные, они не могут рассчитывать на прививку. И эта проблема касается и детей. То есть, если, например, ребенок получил одну дозу вакцины КПК, спустя время его обследовали и увидели, что защитной концентрации антител нет на ребенку еще нет 6 лет, а 6 лет – это время введения второй дозы, то в поликлинике ему могут, невзирая на анализ, в прививке отказать. Вспышки кори должны тщательно и пристально расследоваться, но сейчас заниматься этим некому, сетует инфекционист. В Украине действующая инструкция по мероприятиям, которые необходимо проводить в очаге кори, датирована 2005 годом. Ее никто не отменял, и она предполагает расследование вспышки, поиск восприимчивых их вакцинации или введение иммуноглобулина, перечисляет нормы документа специалист. Реально работа в очагах не проводится, поэтому защита себя и своей семьи от кори, она ложится на плечи самих родителей. В Украине вакцины против кори есть, и они качественны. Однако, подчеркивает наш собеседник, важно, чтобы перед прививкой пациент был абсолютно здоров. Помимо этого, не лишне удостовериться в годности препарата, его названии производителя. Все это легко сделать, если попросить в кабинете вакцинации флакон с вакциной. Вакцина сегодня в Украине всего две, это бельгийская и американская. И они обе, в принципе, являются вполне приемлемыми препаратами. И не было какого-то отягощенного анамнеза, который бы мог привести к тому, что введение живых вирусов в составе вакцины накладывается на какой-то хронический или острый процесс в организме прививаемого. А вот в дальнейшем, да и в принципе в любом случае, для проверки напряженности иммунитета необходимо сдать анализ крови на количество специфических антител. И если выяснится, что оно меньше защитной концентрации, то вакцинироваться нужно незамедлительно, советует специалист. Очень важно выяснить свой статус в отношении кори. То есть, имеете ли вы напряженный иммунитет. То есть, это важно для кого угодно. Но первостепенно важно для семей, где есть беременные, где есть маленькие дети, которым еще нельзя проводить эту вакцинацию по возрасту, чтобы потом контакт с заболевшим не застиг вас врасплох. По официальным данным, только в прошлом году в Украине заболели порядка 53 тысяч человек. Это больше, чем во всех европейских странах вместе взятых. Летальных случаев по общеевропейской статистике было 72, из них 16 в Украине. Каждый случай заболевания кори, подчеркивает иммунолог, должен расследоваться отдельно. И каждый раз нужно проводить комплекс противоэпидемических мероприятий, выявлять контактных людей и в течение 72 часов делать им прививки или вводить иммуноглобулин. Но самое важное – полная изоляция больного, являющегося источником инфекции. Только в таком случае удастся избежать вспышек этого опасного для жизни вирусного заболевания, уверены медики. Так называемый «кодекс тренера» приняли в Одессе на первом национальном профильном конгрессе. В дальнейшем участники форума надеются закрепить специальность тренер в классификаторе профессии Украины. Речь идет о психотерапевтах, бизнес-тренерах, коучах, авторах методик по личностному росту и развитию и других представителях из области психологии. Что это даст самим тренерам и их обучаемым, пытались на месте события выяснить наши корреспонденты. На сегодняшний день в едином классификаторе профессии Украины профессии тренер не существует. И по мнению участников конгресса, нынешняя встреча в Одессе – первый шаг на длительном пути вхождения данной специальности в официальный реестр. Достижение этой конечной цели позволит, пояснили на конгрессе, как защитить интересы и социальный статус самих специалистов, так и обезопасить клиентов от некомпетентных ведущих. Сегодня тренинги – это очень популярный вид услуг. Мы хотим сами объединиться и управлять своими процессами, своими этическими нормами, регламентировать это внутри, для того, чтобы было комфортно, в первую очередь, нашим клиентам. Результатом этой встречи должен стать унифицированный документ. У нас выделяются три группы тренингов – это бизнес-тренинги, тренинги личностного роста, психологические тренинги и развивающие тренинги. В конце у нас будет, конечно же, принят этический кодекс, в котором будет регламентировано понимание о том, что такое профессионализм, что такое этика, что такое экология в работе, как мы можем учитывать интересы друг друга на рынке. Но, безусловно, когда в одном зале собираются порядка сотни представителей одного цеха со всей страны, их общение предполагается значительно шире, нежели обсуждение одного вопроса. Каждый из докладчиков будет давать методологию, какую-то идею, направление, и сразу же давать рабочий, практически кейсовый инструмент, где люди могут взаимодействовать друг с другом, попробовать этот инструмент и метод на себе. Поэтому психолог – это человек, не знающий определенную школу, а психолог – это человек с поставленным психологическим мышлением. Я как психолог понимаю, что тренер – это лидер по своим качествам, внутренним. На рынке уже не в новинку такие понятия, как тренинг лично с новоростом, мотивационный или развивающий курс, коуч-сопровождение. Растет и количество предложений от разнообразных авторов. И потенциальному клиенту зачастую сложно сделать выбор в изобилии рекламы, а то и вовсе непонятно, какой профит получает потребитель, заплатив за курс. Но сколь бы изощренной ни была раскрутка той или иной идеи, ориентиры выбора, что здесь, что в какой-либо более хрестоматийной сфере, стары как мир, лично выяснять образование и послужной список, читать отзывы, анализировать профессиональную среду тренера. Наш конгресс даст возможность нам создать базу людей, которые готовы принадлежать к сообществу. А это уже говорит о том, что они готовы отвечать за результаты своей работы, готовы регламентировать сами свою работу. Национальный конгресс тренеров отныне станет регулярным, рассказывают организаторы. Планируется проводить его раз в году, каждый раз расширяя количество участников и тематику обсуждений. Последние деньки зима царит в своем законном праве. И хотя за окном все еще зябка, предощущение весны в природе считывается буквально во всем. О том, какую погоду в Одессе и регионе ожидать на этой неделе, далее в репортаже. Синоптики гидрометеорологического центра Черного и Азовского морев прогнозуют на ближчими днями хмарную погоду с прояснениями. Но уже 1 березня одессы может ожидать на темчасовое потепление. Но до 1 марта, как говорится, еще предстоит дожить. На ближайшие сутки на большей части территории Одесской области и городу Одессе ожидается местами небольшие осадки. Ветер поменяет направление на северное, 9-14 метров в секунду. В утренние часы возможны порывы до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха несколько повысится, как в ночное, так и в дневное время. В ночное время ожидаемая температура воздуха от 1 мороза до 4 тепла. В дневное время суток ртутный столбик термометра повысится до отметки 2-7 тепла. Однако постепенное повышение температуры воздуха из-за порыва ветра особо ощущаться не будет, отметили синоптики. Штормовой ветер северный над морем с порывами до 12-17 метров в секунду в прибрежной зоне будет, конечно, вызывать ощущение прохлады и дискомфорта. Ожидается на ближайшие сутки штормовая волна 15-20 дециметров. Но к вечеру это явление будет уменьшаться по интенсивности и мы будем приближаться к весне. Весна вступит в силу вовремя. По календарю уже 1 марта при ночных температурах 0-5 днем столбик термометра поднимется до плюс 10. Однако это потепление недолгосрочное, предупредила специалист. Все последующие дни, первая декада марта будет прохладной. Температура воздуха ночью будет колебаться от слабо отрицательных до слабо положительных. В дневное время суток температура воздуха будет не выше 2-7 тепла. В принципе, зимние вещи не стоит прятать. У нас март месяц – это очень неустойчивый месяц, где волны тепла меняются волнами холода. Однако все-таки весна наступает. Дни уже стали ощутимо длиннее. Птицы поют громче, почки деревьев наливаются силой перед выбросом нежно-зеленых побегов. Но напоминают специалисты, в ранне-весенний период погода чрезвычайно обманчива. И даже при ярком солнце воздух еще недостаточно прогрет. В таких условиях легко заболеть. А потому, говорят синоптики, прощаться зимой сразу и надолго еще рановато. В завершении выпуска напомним, что показалось важным в этот день нашим корреспондентам. В Одессе встретились спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер, президент Украины Петр Порошенко и высокопоставленные европейские политики. И это важный сигнал Кремлю на пятый год оккупации. Первое, что Крым есть украинский. Другое, что свободная мореплавства в регионе будет обеспечена как гарантированная конвенция ОООО с морского права. Что украинское-американское партнерство единое, как никогда. И мы эффективно współпроцуем в всех сферах, в том числе и обороны. С 1 марта в нашей стране произойдет перерасчет пенсий практически для всех категорий получателей. Сучасные пенсии будут застосованы для тех пенсионеров, которые получают пенсию соответственно закону про загальнообовязковое государственное пенсионное страхование. Не получают только те, которые получают пенсию за спецзаконами. И если разрешение пенсии не позволит сделать подвижение. Отныне за долги по коммунальным услугам можно будет изымать движимое имущество, а также жилье. Только после того, как полностью все это имущество могут взять и описать, если вы понимали, это очень длительная процедура и очень энергозатратная. Только тогда могут обратить внимание с точки зрения нового объекта заскания, это квартира. Так называемый кодекс тренера приняли в Одессе. В конце у нас будет, конечно же, принят этический кодекс, в котором будет регламентировано понимание о том, что такое профессионализм, что такое этика, что такое экология в работе, как мы можем учитывать интересы друг друга на рынке. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках.